здравствуйте значит сегодня мы вместе с вами попытаемся значит привести в боевое состояние вот и такую испытанную хорошую тележечку в принципе ходовая часть у нас вышла из строя а будем точно скажем что подшипники вот приобретали вот эту телегу очень хорошие сразу скажу что очень хорошая возможно она бы еще поработала просто были большие объемы земельных работ практически мы на ней все выполнили но работали как говорится до последнего звонка подшипники рассыпались в дрободан в дрободан но здесь такие были насыпные подшипники тоже не очень хорошего качества по всей видимости ну вот особенность такая здесь получается что попытались найти подшипники такого же диаметра все такого же ну как-то не получилось да в принципе особо и не искали значит вот нашли вот подшипники вот такого вида в гараже поковырялись и нашли значит такого вида ну вот они здесь вот есть получше есть похуже вот это видите 202 мне кажется да сейчас не вижу что я какой подшипник у нас до 202 подшипник ну вот видите здесь обойма с этой стороны закрыта с этой стороны нет ну пойдет пойдет сейчас попытаемся войдет она не войдет если она войдет значит продолжим ремонт не найдет не войдет будем что-то думать будем что-то думать ну начнем вот с этого подшипника желательно конечно сразу смазать разгулять ну пожалуй сейчас я возьму силикона смазки силикона и сюда брызну да хотя хотя он и хотя он и так пойдет наверно ну ладно посмотрим сейчас вот главное чтобы он сюда вошел главное чтобы он сюда вошел ну-то потихонечку не спеша можно конечно через что-то но вот таким образом сейчас посмотрим ну вот видите сюда он садится еще немножко надо конечно достаточно хорошо немножко немножко легкими ударами моло . так вот посадили идея была заключается в следующем значит тут подобрать более-менее подходящий подшипник который значит вот в посадочное гнездо входит вот видите он подошел ну соответственно здесь вот мы вытащили вот уже ось ось была здесь она соответственно 100 процентов не подходит почему потому что здесь у нас сама ось получается на 19 с половиной а а здесь подшипник посадочная на 15 на 15 сейчас посмотрим еще раз вот на 15 но на 14 с половиной так на 14 с половиной значит значит поставил на задача была что сделать вот эту ось ось значит посадочную не прибегаясь к услугам токаря ну вот что из этого получилось я сейчас вам продемонстрирую сейчас я вот это сниму это сниму это так не так и снимешь просто забивали чуть-чуть и забил вот сняли каким образом я вышел из этого положения ну значит здесь у меня вот первая попытка была вот нашли пруток металлический пруток получается у нас у нас у нас ну вот он получается 16 миллиметров 16 миллиметров а я вам говорю что посадочное гнездо у нас получается у нас 14 с половиной до 15 15 можно сказать что надо один миллиметр убрать было ну вот я на первом этапе я взял значит зажал его значит швелильный станок взял обдирочный значит диск насадил на был бы на болгарку включил начал делать но в принципе получилось в принципе получилось да ну вот она тоже в принципе может быть но я может быть погорячился поспешил за все больно сильно прослабил сильно прослабил вот это был первый мой эксперимент потом взял этот же самый пруток вел этот пруток и взял напильник зажал его значит швелильный станок напильником потихоньку потихоньку ну вот это это вот уже было стало получше это получше достаточно уже на маленько туговато но здесь здесь еще видишь просверлил надо здесь напильником забрать ну вот думаю что получится сейчас посмотрим что будет это будет сейчас думаю сделать следующим образом вот мы подшипник что насадили насадили значит здесь соответственно вот на этим будем эксперимент плечи заходит просто поставим эту ось куда вы эту ось поставим да а здесь здесь поставим упорную в какую-нибудь втулку по типа такой но здесь я вот тоже трубочки подобрал трубочки подобрал сейчас посмотрим на какое становиться вот наиболее подходящий вот это полдюймовая труба но на толкости толкостенная толстостенная и пожалуй надо подходит но маленько тяжеловато ну вот посмотрим что то вот это вот этот поток трубку вот еще значит но она не где-то где-то пожалуй почти одинаковая так это на 22 наружная так это на 21 это папа больше предпочтений и это 22 сейчас посмотрим ну и в процессе работы там будет видно что как как мы будем это делать вот сейчас сначала наверно подберем подшипники установим сюда но здесь потом вы очень просто будет значит когда мы это уже решим как чего делать это значит мы сюда вставляем вот вставляем здесь обвариваем с одной стороны я специально сделал чтобы здесь вот получается заглубление где-то получается сколько у нас но вот четыре с половиной сантиметра что что старшего если даже как говорится учитывая то чтобы не такие великие сварщики если где-то что-то как-то но она так будет держаться ну вот пожалуй начнем работать работать сейчас сделаем маленький перерывчик попьем чайку и будем работать так вот значит забили уже втулки ну в принципе не даже без сварки уже нормально стоят сейчас мы проварим здесь вот здесь проварим проварим и дополнительные шайбы поставим и нам сейчас надо носит вкладыш сделать но трубочка немножко побольше получилось выдумывает это легкую трубку поставим сейчас посмотрим как легкая получится если не получится поставим маленький потолще труборезом обрежем потому что когда труборезом режешь она завальцовывается и потому и так вот думаю лучше просто даже посмотрим сейчас как она получится опа так вот обрезали так что вот такие пироги ну она немножко завальцевалась вот она видите чуть-чуть завальцевался и посмотрим наверно будет очень хорошо ну она вот практически она хорошо становится больше ничего не надо вот пожалуй значит на этой трубочке остановимся сейчас замерим какое расстояние нам нужно сделать но не очень точно не очень точно но хотя бы что-то где-то как-то где-то как сейчас посмотрим то что у нас получается получается значит семьдесят три с половиной семьдесят три с половиной ну грубо говоря значит семьдесят три сделаем 73 и здесь у нас толщина подшипника получается 11 73 минус 11 получается 62 вот значит так и сделаем 60 можно даже сделать 61 как говорится так у нас точность большая не нужна вот такую структуру вот такую вот значит вот такую вставочку и сделаем 61 зажмем сделаем туда вставочку в принципе и без вставочки достаточно хорошо я думаю было бы вставочка лучше так вот цак 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 царма 61 остановиться сейчас немножко прижмем что она не падала и посмотрим это миллиметр приподнять почти угадал почти посмотрим вот еще один миллиметр это можно конечно не так точно миллиметр туда миллиметр сюда вот пожелать так так вот обрежем сейчас обрежем сделаем таких вставочки где вставочки сделаем и после того когда обварим можно будет что делать собирать это дело это можно собирать так вот таким образом остановились от на легкой трубке говорится если горит вставочке а то есть там вставочкой а то есть мы все хорошо очень хорошо еще молоточком постучим молоточком постучим она еще уменьшится нам много не надо . как говорится так все и вторую такую же еще сделаем второе сделаем и будет хорошо будет хорошо так вот сейчас в нескольких местах прихватим а может даже варим это стука единственное что надо аппарат сюда чуть-чуть маленький подвести или это аппарат сюда повезти поедем сюда вот таким образом земли нету сейчас с этой стороны и с этой стороны а потом перевернем пойдет даже многовато чуть-чуть так чуть-чуть так чуть-чуть так вот так вот положим сюда положим сюда и обварим вот и пойдет пожилая даже если тогда поставить таким вот образом она даже удобнее будет варить если вот так поставить ее будет доступ со всех сторон то что со всех сторон будет тут гораздо удобнее будет она будет все видно все видно ночи так с этой стороны подстучать подстучать так и со стороны так хорошо так пожалуй все пожалуй все пожалуй все пожалуй все так здесь у нас что получилось получилось даже многовато чуть-чуть вот это сосудечку снять надо вот пожалуй все пожалуй все пожалуй все потихоньку дело идет завершение вот установили одно колесо сейчас приступаем к другому колесу но прежде чем устанавливать обычно как у нас делаешь изделие сделали но ничего не подходит берешь напильник и подгоняешь подгоняется напильником но думаю должно подойти посмотрим 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 сейчас все обильно смажем смазкой как говорится кашу маслом не испортишь здесь смажем так забьем прямо в колесо туда побольше побольше вот так отсюда тоже смазки пускай будет пускай будет таким вот образом ладно так 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 это так и где-то у нас втулочка которую мы делали вот эта втулочка и вот таким образом главное что подшипник сел главное чтобы подшипник сел вот видите достаточно нормально достаточно нормально так сколько он здесь вышел и вышел он хорошо это все туда идет это все туда идет так и у нас есть вторая трубочка где можно ее маленько подсадить но заводская посадка была достаточно хорошо гуляла Так что, если она чуть-чуть у нас будет гулять, я что-то в подшипник не вижу. А вот он подшипник, вот он подшипник. Посмотрим. Если будет он гулять, ничего страшного в этом нет. Так, теперь этот подшипник поставить надо. Посадить надо сюда. Так. Таким образом, не спеша. Так вот. Можно трубочки попробовать. Как раз эта трубочка. Попробовать трубочкой. Главное, чтобы он не развалился до того, как мы начнем его эксплуатировать. Видите, как хорошо получилось так. Получилось очень даже хорошо. Так, ну что, еще два удара. И будет хорошо. Так. Здесь нормально. Здесь нормально. Здесь у нас шайбы. Шайбы. Надо вот поджипную шайбу поставить. Взял шайбу на 12, просверлил ее. Она немножко маловато идет. Но сейчас мы ее каким-то образом засадим сюда. Ее или можно распилить. Или напильником проработать. Посмотрим сейчас. Скажем так, что напильником что-то у меня нету желания с ней работать. Таким вот образом. Так вот. Так вот. Два. Так. Вот она уже села. Достаточно хорошо села. Так. Ну и здесь вот надо шплинт. Шплинт посадить. А шплинта, шплинта, шплинта нету. Так. Здесь еще одну шапочку прижимную. Вот видите. Это будет хорошо. Остался шплинт. А куда шплинт мы? Ну, наверное, шплинт мы и не найдем. А вот шплинт у нас, оказывается, остался на той трубочке, на которой он стоял. Сейчас открутим. Выровняем и поставим. Вот такие пироги. Так, шплинтик выровнять надо сначала. Почему? Потому что у меня таких серьезных больших шплинтов, пожалуй, нету. Должен подойти. Должен подойти. Так, вот сюда. Вставляем. Так. Вот так. Вот так вот. Ну, так еще одно движение. Все, пожалуй. Значит, вот. Телегу установили. Сейчас накачаем колеса. И снова в бой. Будем возить землю. Мы подводим краткий итог. Значит, данная конструкция телеги даже очень-очень, значит, ремонтопригодная. Видите, колеса поставили 202-й подшипник. Значит, изготовили сами оси. Оси установили, обварили и установили на телегу. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok